Добрый день, с вами Синкор Михаил и сегодня речь пойдет о том, как записывать таймлапсы или видео, ускоренное по времени, без особых усилий. Видео, в которых время ускоряется, хороши, когда требуется показать в коротком 2-3 минутном ролике работу, которая заняла несколько часов, а может быть даже и дней. Иногда, когда мы показываем фотографию до или после, затраченное количество работ не всегда понятно, однако, когда же мы видим процесс, особенно ускоренный по времени, то сразу понятно, какое количество работы было потрачено. Такие ролики чаще всего можно увидеть в портфолио визажистов, однако также они хорошо подойдут художникам, строителям и так далее, деятельность которых происходит в достаточно статичных условиях. Первый вариант – съемки таких видео наиболее просты. Для этого нам потребуется простая камера, сделанная для занятий активным видом спорта. Эта камера имеет очень широкий угол обзора, компактные размеры и простоту установки. У этой камеры практически нет настроек, поэтому, чтобы освоить ее, больших усилий не потребует. А в данном примере используется китайская камера SG-CAM 4000 благодаря ее цене. Если бюджет позволяет, можно приобрести камеру-земейки GoPro, однако гигантской разницы в качестве для ваших видео не будет. Все эти видео мы будем показывать в работе визажиста, но для визажиста – главный объект работы, чтобы было видно лицо. Таким образом установим камеру около зеркала, направим ее в сторону модели и настроим ее определенным образом. Первое, что нужно сделать, нужно… Зайдем в настройки камеры, выставим интервальную съемку каждые 5 секунд и запустим эту съемку. Настройки камер могут отличаться. Если вы собираетесь брать камеру именно для этой задачи, предварительно необходимо уточнить, есть ли режим интервальной съемки у выбранной вами модели. Подключить камеру к сети. Съемка может продлиться не один час и встроенного аккумулятора может не хватить. Подключив его с помощью кабеля в розетку, мы решим эту проблему. Если розетки, например, под рукой нет, можно использовать внешний аккумулятор для сотовых телефонов. Камера имеет широкий угол обзора и, по сути, если мы направили ее на снимаемую модель, мы можем не беспокоиться ни по поводу фокуса, ни по поводу яркости, ни по поводу баланса белого. Все это камера настраивает автоматически. Стоит помнить, что чем дальше камера снимаемого объекта, тем больше постороннего мы захватим. Если, например, мы снимаем человека в полный рост, то необходимо, конечно же, отодвинуть камеру подальше. Если мы снимаем лицо, можно пододвинуть ее поближе. Лично я для съемки использую немного другое крепление, чем на примере. Я взял вот непроницаемый бокс, который шел в комплекте с камерой, и сделал в его маку дырочку. Соответственно, таким образом, подключая питание, и через прозрачную заднюю стенку я могу видеть картинку. При этом камера сохраняет функции пылеустойчивости и удара прочности. Однако, учитывая, что эта камера весьма бюджетная, можно позволить себе такую вольность. Теперь, когда мы закончили нашу съемку, извлечем карту памяти из камеры и скопируем их на жесткий диск. Откроем программу Adobe Premiere и сделаем в ней простейшую анимацию с использованием этих кадров. Итак, создадим новый проект, назовем его и импортируем в него файл, нажав кнопочку Import. Выберем папку с фотографиями и выберем Import Folder, то есть импортировать папку. После того, как они будут импортированы, нужно будет создать последовательность файлов, то есть новую композицию. Берем папку с фото, перенесем ее на иконку Создать новый объект, выберем все и поменяем длительность этих кадров с 5 секунд по умолчанию на 1 секунду. И поставим галочку Уменьшить их длительность. После этого создадим новую секвенцию, в которой укажем правильное соотношение сторон для видео. То есть если мы используем эти кадры изначально, то они будут разрешением, которое ненормальным. Создадим секвенцию стандартного разрешения Full HD. Выберем его и когда мы его создадим, перенесем на него наш проект. Соответственно, найдем его по особой иконке и перенесем. Когда мы его перенесли, сделаем так, чтобы картинка изначально была правильного масштаба. И чтобы нам не было скучно наблюдать за неподвижным практически кадром, делаем так, что она будет потихоньку масштабироваться с течения всего времени. Начиная с общего плана и заканчивая крупным планом лица. Таким образом, мы получили краткий ролик с фотографий, посвященных визажу. Осталось лишь скодировать конечное видео. Редактор субтитров А.Семкин Отправляем полученный ролик на цифровку. Итак, мы простым образом получили краткий ролик, рассказывающий о работе визажиста. Можно добавить к нему титры, цветокоррекцию и так далее. Все по необходимости. В следующем уроке я расскажу о том, как делать подобную съемку с использованием не интервальной съемки фотографий, а с интервальной съемкой видео. С вами был Семенков Михаил. Всего хорошего и успехов вам в творчестве.